Судьба и фильм «Тени забытых предков». Я думаю, что далеко не у каждой классной актрисы в жизни бывает такой фильм, который просто он уже обошел экраны всего мира и взял бесчетное количество призов. 101 международная премия. 101 международная премия. Скажите, пожалуйста, что за личность была Параджанов? О нем приходится очень много читать, очень много слышать. Его называют и сумасшедшим, и гением, и гомосексуалистом, и преступником, и человеком, который любил щедрые подарки делать, и человеком, который эти подарки иногда забирал назад, человеком хлебосольным, у которого дом, двухкомнатная смежная квартира на площади Победы на шестом этаже не закрывалась вообще двери никогда, там по 50 человек гуляло одновременно. Что это за коктейль такой? Что это за человек был? Ну, честно говоря, вот если сравнивать с Глазуновым, это полная противоположность. Ну, фантастика. Вот вы все рассказали, и суть его рассказали. Он гений был? Гений. Ну, конечно, тогда мы никто не знал, что он гений. То есть понимали, что это такая незаурядная личность, что он все время живет в театре, у него свой театр, театр Параджанова, театр в доме, театр на студии, театр в троллейбусе, театр на улице. Он никогда один не ходил, сюда хвост. Его друзей с криком, шумом, и все останавливались на улице при серой, скучной нашей жизни. Однообразной. Однообразной. Знаете, такое все серо-черный цвет, и все время зима или грязь. Вот такое ощущение. Вот весна, когда каштаны, а все остальное, вот ощущение вот этой грязи. И вдруг вот такой вот... Праздник. Праздник. Все время праздник, все время театр. И люди тянутся к этому невольно, хотят хотя бы пять минут пожить в этом празднике, в этом каком-то фантастическом, вздохнуть этого воздуха немножко. И действительно, двери всегда были открыты. Всегда. Я не могла не прийти. Почти каждый день мы с Юрой приходили. Так же Асыка с Тонией, Левтий, приходила. Ну, я не знаю, кто со студии не приходил к Параджанову. Приходили, рассказывали свои беды, допустим, запускался сценарий, идею подкинь. И он тут же подкидывал. Тут же решал ребус сценария. Тут же предлагал миллион вариантов. И человек уходил уже с такой головой. О, здорово! А у меня даже в голову такое не могло прийти решение. Сколько раз он был под судом? Сколько раз он сидел? По-моему, два раза. Два раза в Грузии и вот в Киеве. Это все ужасно. Все это, я считаю, такое безумие, знаете, в какую-то безумную, в какую-то судьбу. Вот как бы предназначено было за тени, что он снял гениальный фильм, он должен был отплатиться вот этим ужасом. Это правда, что он сам на себя наговаривал иногда, придумывал несуществующие вещи и за это страдал потом? Абсолютно. То есть, он вообще, у него не было рамки, что можно сказать, что нельзя. А тогда все-таки люди боялись сказать, все-таки думали. Ну, например, чего он говорил так уж. Ну, например, вот мы должны были лететь в Аргентину на первый фестиваль. Естественно, стали оформлять, в первую очередь, параджанов. С тенями забытых предков. Ильенко, естественно, как оператора. Я героиня, Иван Николаичук, герой фильма. Это четыре человека. Так и начали оформлять. Ильенко, а у вас дети есть, спросили. У вас? Да. У меня с Юрой. Я говорю, нет, Юра, у нас нет детей. Все. Значит, кого? Актрису лучше послать. Ильенко отпал. Чтобы семья не осталась в Аргентине. Да, в Аргентине. Теперь параджанов, ну, как же режиссер, чтобы не поехал на фестиваль. Само собой, разумеется. Стали оформлять документы. Тогда же оформляли по три месяца. Три месяца. Выездная комиссия. Выездная комиссия. В театре столько надо было проходить. Я ему на студии. И, значит, уже, по-моему, три... Ну, где-то стали подходить уже к полному оформлению. Вдруг он идет по улице и кричит. А мне билет только в одну сторону, в Аргентину. А обратно не надо. Тут же донесли. В шутку кричал. Он в шутку пошутил, как всегда, Сергей. Все. Не поехал. И не поехал. И мы вдвоем с Иваном полетели на этот фестиваль. И тогда привезли приз. И вот тогда мы неделю, что были там, почувствовали себя звездами. Продолжение следует...